Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Мы продолжаем знакомство с Грузией и сегодня поговорим об административном районе Шида-Картли. Если вы новичок на нашем канале и не подписаны, подписывайтесь и жмите на колокольчик, у нас много интересного. Начинаем из географии и смотрим на карту. Шида-Картли – это административно-территориальная единица в восточной части Грузии. Регион граничит с Российской Федерацией на севере, с грузинскими регионами Мцхеттем-Тианетти на востоке, с Квема-Картли на юге, с Анцхет-Джавайхетти на юго-западе, с Эмеретии на западе, и с Рача-Личхуми и Квема-Сванетти на северо-западе. В административном отношении край состоит из четырех муниципалитетов, вы их сейчас видите на экране. На данный момент большую часть региона контролирует частично признанное как государство Южная Осетия. Административный центр – город Гори. Общая площадь – 4807 квадратных километров, а население – порядка 260 тысяч человек. Это без учета Южной Осетии. Теперь переходим к современному Шида-Картли. Старое имя Шида-Картли – Зена, переводится как деревня. Регион богат значительными культурными памятниками и красивой природой. Шида-Картли – это край, который имеет очень древнейшую историю. Эта территория была сильно заселена с начала Бронзового века. Регион является важнейшим транспортным узлом страны и одним из ведущих регионов Грузии в области сельского хозяйства. В регионе есть два железнодорожных вокзала в городе Гори и в городе Хашури, а также четыре автовокзала в разных городах. Так что с транспортом проблем нет. В регионе можно увидеть множество достопримечательностей. Музей Сталина в Горе. Дом, где он родился и вырос с его личным железнодорожным вагончиком и зданием, в котором осталось много его вещей. Собор Самтовиси, созданный в XI веке и украшенный резьбой по камню на фасаде. Храм Атенский Сиони, построенный в VIII веке и расписанный тремя видами алфавита Грузии. Скальный город Уплесцихи, который появился во II веке до н.э. Он состоит из целого комплекса 150 пологих пещер, расположенных в виде амфитеатра. В Шидокартле особенная кухня. Здесь пекут особенный хлеб, он имеет форму цилиндра. Тесто раскатывают по стенкам. Это дает пшеничным лепешкам аппетитную корочку. В кухне этого региона множество жирных блюд. Есть и овощные блюда. Например, кремовый суп из кизила с местными пахучими приправами. Конечно, известный грузинский суп харчо. И в этом регионе, конечно, производят отличные вина. Ведь климат здесь идеален для выращивания винограда. Теперь переходим к городам, которые можно было бы посетить туристу. И начнем со столицы региона города Гори. Город Гори – один из древнейших городов Грузии. Главная улица города называется Проспект Сталина. Он простирается через речку Куру, музей и парк Сталина. Этот проспект условно делит город на две части. Западная часть Гори наиболее посещаемая туристами, в отличие от восточной. Так как здесь, кроме жилых домов, наблюдать особо нечего. Западная часть наполнена магазинами, ресторанами и различными заведениями. В самом сердце города находится его визитная карточка – древняя бородительная крепость Аристихи. В переводе с грузинского означает «крепость Гори». Смотрится она эффектно, правда некоторые стены полностью разрушены. Высокая конструкция строения, которая сохранила зубцы башен, стены из гладких камней напоминает о славных временах царя Давида-строителя. Именно ему приписывают строительство многоуровневого сооружения. Крепость возвышается на скалистой горе. К постройке можно добраться по извилистой тропинке. На ночь ворота не закрываются, и посещение этого объекта бесплатное. Насладившись красотами крепости, можно полюбоваться необычным памятником у самого подножья этой горы. Перед вашим взором предстанут 8 громадных воинов, которые сидят на больших валунах на поляне. Инсталляция возведена в 2008 году. Она посвящена древним защитникам оборонительной крепости. Зрелище впечатляет. У каждого воина не хватает какой-то части тела. Памятник смотрится немного устрашающе, напоминая о кровопролитных войнах и доказывая, что защитники не сдаются даже после тяжелых утрат. Но чаще всего туристы сюда приезжают, чтобы посмотреть две главные достопримечательности. Это музей Иосифа Сталина и подземный город Уплесцихи. Музей Иосифа Сталина, лидера СССР, в 1925-1953 годах находится на месте дома, где он родился в 1878 году. Оценки его личности и событий, которые происходили в период его правления, диаметрально противоположны. Мы не будем давать им свою оценку. Музей Сталина в Горе был открыт в 1955 году. Экспозиция музея касается лишь фактов из жизни Сталина и истории СССР. Основное здание музея построено в стиле Венецианского палаца. Там подробно описаны все этапы жизни Сталина. Обязательно нужно посмотреть небольшой дом под мраморным портиком. Это тот самый дом, в котором родился Сталин. Рядом стоит вагон, в котором Сталин после 1941 года ездил на конференции в Тегеран, Ялту и Берлин. Следующая достопримечательность – это подземный город Уплесцихи, который расположен в 12 километрах на восток от горя, около села Квахрели. В Грузии есть два подземных города, открытых для посещения. Этот город более посещаемый по причине его близкого расположения к Тбилиси. Прогулка посреди разрушенных храмов, залов и пещерных жилей будет очень интересной. Из столицы Грузии, в Горе, можно добраться на маршрутки, которые отправляются от станции Дидубе. Также в Горе заходят многие поезда из Тбилиси. В Горе можно найти много магазинов, продающих грузинские товары, которые к тому же дешевле, чем Тбилиси. Следующий город – это город Каспий. Каспий – это индустриальный город с численностью не более 15 тысяч человек и условным делением на три части. Старый город, находящийся на возвышенности в месте впадения в Куру реки Лехуры. Именно здесь находятся наиболее интересные достопримечательности населенного пункта. Восточные окраины с одноэтажной жилой застройкой и южные индустриальные пригороды с заводами и сопутствующей инфраструктурой. Попасть в Каспий нетрудно. Из многих городов Грузии, например, электричкой, маршруткой, на автобусе или на автомобиль. Город Каспий не может похвастаться обилием памятников архитектуры. На его территории имеется ряд интересных достопримечательностей, которые все же заслуживают внимания. Например, церковь Теодоры Тирони. Старинная церквушка, которая расположилась на улице Костава, считается самым древним сооружением города. Особый интерес внутри храма представляют яркие фрески, которые хоть и являются современными, но кардинально отличаются от традиционных новоделов в других грузинских церквях. Прогуливаясь по улочкам населенного пункта, в разных его местах несложно заметить старинные церквушки, базилики и руины храмов, которые строились в эпоху процветания Каспии. А еще можно посетить Каспийский некрополь. В полутора километрах от западной окраины городка находится комплекс могильников, датируемый VI столетием н.э. В его состав входят небольшие пещеры, вырезанные в мягкой породе для захоронения жителей. Каспийские пещеры возвышаются на одном уровне с пещерами у Плесцехи, что на другом берегу Куры, а между двумя этими комплексами можно обнаружить еще ряд аналогичных могильников. И еще одно место, которое можно было бы посетить – это бальнеологический курорт Сурами. Сурами – это лечебные курорты поселка городского типа в Хашурском районе, который известен своим оздоровительным климатом. Бально-терапевтический климатический низкогорный курорт расположен в лесной субтропической зоне на высоте 750 метров над уровнем моря. Основными лечебными средствами на курорте являются минеральные слабосероводородные воды, которые используют для ванн при заболеваниях суставов и позвоночника, периферической и центральной нервной системы. Ученые считают, что умеренно континентальный климат в Сурами делает воздух целебным, который способствует лечению бронхиологической системы нетуберкулезного происхождения и в том числе бронхиальной астмы. Теперь переходим к климату. Климат в Шидокартле теплый и мягкий. В среднем в регионе температура держится от 12 градусов – это в низинах – и до плюс 9 градусов в горной части. Еще же выше в горах доходит до плюс 4, а вот горные вершины всегда покрыты снегом, мороз бывает до минус 42 градусов. Если говорить о температуре по сезонам, то температура летом колеблется в пределах от плюс 25 до 29 днем и от плюс 14 до 17 ночью. Осенью днем температура колеблется от 11 до 24 градусов, ночью от 0 до плюс 12. Зима мягкая, дневная температура колеблется от плюс 4 до плюс 6 градусов, ночь холодная от минус 3 до минус 5. Весной температура днем колеблется от 11 до 21 градуса, ночью от 0 до плюс 9. Лучшее время посещения считается май, июнь, август и сентябрь. Теперь переходим к отелям. Отели региона – нечто слаборазвитое и малоизученное. Туристы услугами отеля этого региона обычно не пользуются. Сюда заезжают на пару часов по пути в Уплес-Цихи и не более того. Ну а некоторые отели мы выбрали для вас, и вы их сейчас видите на экране. И закончим мы свой обзор достопримечательностями. В Шедокартле много памятников с историческими, культурными и ценными ценностями. Здесь вы можете увидеть древние пережитки, а также важные образцы средневековой архитектуры и монументальной живописи. Шедокартле богаты минеральными водами курортов и разнообразной красивой природой. Об основных мы уже вам рассказали, а списком для информации мы выводим вам перечень на экран. Этот обзор мы заканчиваем. Спасибо, что досмотрели его до конца. Если у вас есть вопросы или комментарии, пишите. А на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал и оставайтесь с нами. Впереди у нас еще много всего интересного.